Семён Васьковский, участник Великой Отечественной войны, принимал участие в обороне Москвы, в ходе Смоленского сражения был ранен. Победу встретил в городе Бориславу, Польша. В моей семье всегда будут помнить бессмертный подвиг моего прапрадедушки Васьковского Семёна Константиновича, который прошёл всю войну и прожил долгую жизнь. До войны он был женат на Васьковской Софье Тихоновне. В 1930 году у него родилась дочь Ольга, моя прабабушка, в 1938 году сын Николай. На войну он ушёл в самом начале, 24 июня 1941 года. Всю войну он прошёл в составе 108-й стрелковой дивизии. В 1941 году, 1 августа, он был ранен. Софья Тихоновна всегда очень переживала, что он так сильно ранен, в плече остался осколок. В 1941 году карательный отряд сжёг дом, в котором жила Софья Тихоновна с детьми. Они прятались от немцев в старой колхозной мельнице, которая была на краю деревни. Прятались в болотах, особенно от карательных отрядов, которые хватали всех без разбору. Позднее он был награждён Орденом Красной Звезды. Описание его подвига я нашла в его наградном листе. 25 октября 1943 года в борьбе за высоту под деревней Тёплое, Могилёвского района, он защищал и отбивал землю от немцев. Когда у него отказал ручной пулемёт, он начал забрасывать немцев гранатами. И так он отбил эту высоту один, практически голыми руками. В составе 108-й стрелковой дивизии он прошёл практически пол Европы. Он был на территории таких современных стран, как Россия, Украина, Польша, Белоруссия, Румыния, Болгария, Австрия. Победу он встретил в Австрии. Но на этом его боевой путь не закончился. Боевой путь для его 444-го стрелкового полка, 108-й стрелковой дивизии, закончился неподалёку от города Бреслау в Польше 24 июня 1945 года. После войны он вернулся в родную деревню. В 58-е и 59-е годы женился на Анастасии Тимофеевне. В 61-м году у него родился сын Леонид. В деревне он был кузнецом и держал пасеку. Для нашей семьи очень многое значит его бессмертный подвиг. Он один из шести сыновей вернулся домой. Домой вернулся сын, муж и отец. Мы должны помнить подвиг простых солдат и рядовых, которые ценой своих жизней защищали нашу родную землю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова